Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня пойдет речь про обработки от фитофторы, потому что уже задают очень много вопросов. Вот, например, вчера прочитала вопрос от Светланы Гавриловой. Когда начинать опрыскивать томаты от фитофторы и чем? Ну, чем? Это очень большой тут у нас ассортимент всяких средств. Я вот сегодня буду опрыскивать трихополом. Это считается народным средством. И пока у меня нет никаких признаков заболевания, мне нет повода, как для беспокойства, и нет необходимости опрыскивать химическими препаратами. Но если у вас есть какие-то уже первые признаки фитофторы, то, конечно, опрыскивать лучше медь содержащими. Это и ордан, и хом, и бордоская смесь. Они именно убивают фитофтору сразу. А вот трихополом я сейчас буду опрыскивать, у меня это еще до сих пор профилактическая обработка. Но опрыскивать я томаты от фитофторы буду только в теплице, потому что я их высаживала раньше, и у них уже, они вот в такой стадии, что они, именно у них много завязи уже, они уже взрослые, и возможно, как, уже два месяца они здесь растут, и вот в такой период, в такой стадии, уже возможно возникновение фитофторы. Хотя по внешним признакам, я вот, видите, листья даже у взрослых растений все зеленые, ярко-зеленые. У больных растений такого цвета листа никогда нет. Они все зеленые, никаких пятен, никаких повреждений. Когда я убираю листья, убираю пасынки, я всегда проверяю нижнюю сторону листа. Вот это у меня обработка будет профилактическая. Ну, обработка трихополом, это, как я еще раз повторюсь, народное средство, и кто-то вообще о нем не знает, кто-то делает редко, кто-то только этими обработками спасается. Вот Наталья Кузнецова написала, что у нее 20 лет томаты без фитофторы, она делает на 10 литров воды 10 таблеток вот этого трихопола, 10 капель иода и 1 литр молока. Но я вот такие, как сложные, стараюсь не делать. Ну, почему? Ну, не знаю почему. Я делаю больше всего одно или двухкомпонентные. Я вот сегодня буду обрабатывать вечером только трихополом, но рецепт такой же, вот как у нее похожий. 10 таблеток трихопола, вот он он, метронидозол, 10 таблеток на 10 литровое ведро воды и немножко жидкого мыла. Не буду добавлять только иод и молоко. Иод с молоком я, возможно, буду делать потом, через неделю, в следующей обработке. Но вот трихопол, вот этот метронидозол, я буду делать только противогрибковое, вот это вот, против фитофторы. Кто делает обработку трихополом, все высказываются положительно об этих обработках. Они очень хорошо помогают. И самое главное, я хочу еще раз повторить, лучше начать с профилактических обработок. Именно сейчас, вот конец июня, в теплице уже нужно начинать думать, делать обработки. Не дожидаться, когда у нас появятся на листьях первые пятна, первые признаки, какое-то там заплесневение, бурые пятна. Это не только касается фитофторы. Болезни разные бывают. Ну вот, в этих таблетках, в инструкции, если мы посмотрим, ну начнем с того, что они совершенно безвредные. Это лекарство для людей. И в свойствах фармакологических написано противомикробное. Это значит, что мы сейчас обработаем вот наши растения. И какие, может быть, в самом начальном, в самой начальной стадии, в каком-то вообще, в зачатке, если какие-то там есть микробы, именно вот эти грибки фитофторы, он их убьет. И, возможно, мы весь сезон проживем без фитофторы. Я вот уже приготовила жука, хотела сделать утром, но пока обрабатывала в открытом грунте борной кислотой, потому что у меня там опадают завязи от жары. Я упустила время, и у нас опять установилась жара. В жару, конечно, обрабатывать не надо. Будут переждать вечера, позднего вечера, когда будет немножко прохладнее, потому что у нас сильно жарко. Будут делать обработку. Таблетки разводятся очень быстро. 10 таблеток разведу в стаканчике воды и на 10 литров в жука и опрыскивать. Еще хочу сказать, что рецепты вы можете увидеть в интернете разные. И 2 таблетки на литр, и 1 таблетка на литр. Но вот классическая, стандартная схема рецепт, это 1 таблетка метронидозола на 1 литр воды. Если уж там в каких-то запущенном виде, там будет у вас болезнь фитофтура, тогда можно увеличить до 2 таблеток на литр воды. Но я больше 1 таблетки на литр никогда не делаю. Кто знает, слушает все мои видеоролики, я всегда говорила, лучше меньше делать дозу, чем больше. Всегда есть угроза, что вы переборщите, что-то испортите, что-то сожжете. Поэтому я всегда делаю 1 литр воды, 1 таблетка метронидозола. Вот сегодня будет обработка от фитофторы, а через неделю я приду и буду сделать здесь обработку фосфорно-калийную, потому что плоды наливаются, вот какие-то уже налились, какие-то вот только начинают, тут 1, 2, 3 кисть, тут некоторые гроздьями, прям вот молодая зависть. Для налива плодов нужно будет делать фосфорно-калийную подкормку, обработку. Может быть по листу, может корневую, это будет потом. Вот сейчас я вам рассказала про обработку от фитофторы, про то, что в теплицах уже нужно начинать эти обработки, что лучше сделать несколько профилактических обработок, чем потом лечиться от этого страшного заболевания. И что очень хорошее средство трихопол, метронидозол. Безвредное, безопасное, противомикробное. Все.